Друзья, всем привет! Приехал в автосалон LADA, который находится в городе Минске на улице Каменогорской. А собственно, почему я сюда приехал? Потому что сегодня первый день, как появился в шоуруме новый обновленный LADA Lardus. В общем, не забываем с вас лайк, подписка, если вы не подписаны. Погнали смотреть видео! Хочу порекомендовать вам свой автоподбор. Специалисты моего автоподбора подберут вам автомобиль в хорошем техническом состоянии. А главное, что у меня самые низкие цены в Республике Беларусь. Кстати, всем подписчикам скидка и так уже от достаточно низких цен минус 10% по промокоду Кирилл Романовский. Все ссылочки на подбор я оставляю под видео в описании и в закрепленном комментарии. Друзья, что касается комплектаций, их здесь целое большое множество. В минимальной комплектации с 5-местным салоном будет стоить автомобиль 32 080 рублей. То есть стартует ценник и в максимальной комплектации 5-местный будет стоить 35 400 белорусских рублей. Что же касается 7-местный автомобиль, то ценник стартует от 33 760 белорусских рублей и доходит до 37 080 белорусских рублей. Ну а что касается представленного экземпляра, LADA CROSS. То есть можно видеть, она с такими расширителями, накладками, накладки на двери, на пороге пластиковые. Литые диски 16-го, кстати, радиуса, насколько я знаю. Автомобиль LADA LARGOS комплектовался только дисками 16-го радиуса. Но суть... Вот здесь автомобиль представлен 7-местный. Что касается багажника, кстати, можно увидеть, что такие вот распашонки здесь ничего не поменялось, как и в старом LARGOS. То есть, по сути, все одно и то же. Если эти сиденья будут стоять, два задних, то 136 литров получается объем багажника. По крайней мере, так заявлено. Если вот с таком вот формате, то они сложены вперед, откидываются. Третий ряд сидений, то 560 литров. Давайте, мне даже интересно, можно видеть, вот такие вот сетки с двух сторон. Вот с этой вот дентрат, ключ. Вот такой вот резиновый коврик, который, я так предполагаю, идет в комплекте. Так, панч-пола тут никакого нету. Наверное, запасное колесо. Да. Полноразмерное запасное колесо снизу. И на этом-то здесь все. Как-то так. Докими вот пластиковыми панелями. Вот такой вот карман на задней двери. Не, давай, наверное. Так, закрываем. Лучше честно, звук такой достаточно стрёмный. Кстати, по сути, вот покажи. Отойди. Задняя часть автомобиля, и сбоку автомобиль особо не поменялся. То есть, все изменения, это чисто по передней части автомобиля. Ну и давай, наверное, пройдем. Штурвал. Кстати, смотри. Ребята, это вот регулировка. На самом деле. Диковато это все выглядит. Руль обтянут. Ну, это не кожа. Это, я думаю, просто кожезаменитель. Можно видеть, тут уже достаточно такая. Для Ларгуса, наверное, это максимальная комплектация, судя по всему. Ну, если она семиместная, то, скорее всего, вот этот автомобиль, это 37, там, с копейками тысяч. Ценник у него, можно видеть, достаточно большая аудиосистема. Подогрев передних сидений, задних навряд ли. Полные электростепоподъемники. Также имеется кондиционер. Ну, а так, что тут, можно сказать, в принципе, по вот этим всем панелям. Кстати, что они устранили? Блин, панель вся дышит. Ну, вот как? Я не знаю, ребят, ну, я не знаю. Вот, вон туда, вон, на трав. Видно? Да. Она шевелится. То есть, понятное дело, наверное, вы, если приобретете данный автомобиль, вы так делать не будете. Ну, тем не менее, такие вот моменты, ну, как-то, ну, вот, хлипковато все это дело выглядит здесь. Ну, в целом, конечно, автомобиль обновился. Если брать старый Lardus, то этот выглядит поинтереснее, если посмотреть, там, с передней части. Ведь, по сути, сбоку задняя часть автомобиля визуально не изменилась. Также пятиступенчатая механика. Ну, такой подлокотник, который, скорее всего, в минимальной комплектации не идет. И вот, что я хотел сказать, вот смотри. Вот здесь вот управление стеклоподъемниками, а вот это что? Вот это что за заглушка? Я ее вижу постоянно. Вот какая-то заглушка, такое ощущение, что вот эти вот ручки, вот эти пластиковые накладки все, как будто здесь должен был быть стеклоподъемник, но его здесь нет. Ну, что, притягиваем сам за собой. Кстати, о чем я говорил, что максимальная комплектация, можно видеть, USB-разъем и подогрев задних сидений. То есть, представьте, в Lardus подогрев задних сидений. То есть, это максимальная комплектация. Камера заднего вида, можно видеть. Что мне не понравилось? Смотрите, как закрывается задняя дверь. Ощущение, как будто взрыв-пакет взорвался. Здесь у нас есть вот такой вот прайс. То есть, как сказали, это максимальная комплектация 37 080 белорусских рублей. Курс у нас 2 рубля 60 копеек. Это для тех зрителей, кто смотрит нас, не находясь в территории Республики Беларусь. То есть, это Республика Беларусь, город Минск. Все цены в белорусских рублях. Минимальная, как я уже сказал, цена за данный автомобиль только в 5-ти местном исполнении 32 080 белорусских рублей. Ну, что касается посадки. Ничего себе, тут такая ниша, ребята, обалденная. Ты отсюда, наверное, не покажешь. Здесь большая ниша. Что-то можно и положить, потом подснимем, ставим. По комплектации, по комплектации, как бы можно видеть, вот это вот все под кожу. Но, опять же, это все как в бюджетных и среднебюджетных автомобилях. Это все эко-кожа, кожа ненатуральная. Вот эти вот все обшивки, они из такого вот пластика, не очень приятного на ощупь. Опять же, многие будут писать, что ты же это трогать не собираешься. Ну, какой смысл? Ну, здесь вот вставка вот такой вот лакированная, ну, под дерево, но это пластик. И, скажи, заменителя вот эти вот вставки, хромированные ручки, как бы, ну, над головой места очень даже предостаточно. Может быть, не знаю, будет актуально сейчас мне залезть на третий ряд сидений и посмотреть вообще я смогу что-то там. Ну, что, ну, понятно, дети там точно сядут. Ну, вот, там еще хуя туда, в ларбусе это все, и делай. Мне очень хочется. Ну, что, я полез, ты подожди. Мне просто интересно, смогу ли я вообще тут... Блин, ребята, я не знаю. Дай мне телефон, дай мне стаб. Сейчас я вам покажу. Смотрите. То есть, у меня еще место есть до передних сидений. У меня есть место над головой. Ну, вот это, вот это вот плюс. Я не знаю, я думаю, что в ларбусе предыдущего кузова то же самое. Здесь вот подстаканник, можно что-то поставить, какие-то напитки. Но места здесь предостаточно. Интересный. На самом деле, вот если глобально смотреть, то автомобиль в целом он интересный. То есть, достаточно вместительный. Да, какие-то огрехи. Может быть, по качеству сборки. Но, тем не менее, мне кажется, этих денег он вполне, возможно, стоит. Ну, вот о чем я говорил. Вот эта вот огромная полка. Туда можно много хлама сгрузить всевозможного. Я понимаю, у нас максимальная комплектация. Вот 37 тысяч, да, престиж. И вот здесь вот такие заглушки. Ладно, клупать не будем. Я думаю, если это как доп. опция будет, максимальная комплектация, можно еще сюда. Если это, конечно, актуально и кому-то надо, можно сюда еще и ручки забомбарить. Ну, так что. Так, я, как мне вылезти отсюда? Так. Ну, вылазить, конечно, да. Но, в принципе, 7 человек, таких даже, как я, рост 1,84-1,85 см, сюда вполне поместятся. Ну, понятное дело, никаких газов, упоров здесь нету и быть не может. Вот, все достаточно по-бюджетному, то есть металл полностью там снизу. Снизу, да, я покажу. Можно видеть, что там прям видно. Ну, нету никакой особо защиты, то есть все это засрется достаточно быстро. По мотору это 1,6 бензин, 16 клапанов на 106 лошадиных сил. По двигателю, по оснащению, по большому счету, изменений никаких, ну, нету. То есть это тот же двигатель, который ставился на предыдущий Ларгус. То есть визуально просто они вот сделали такого рода рестайлинг. Ну, конечно, он преобразился. Но, по сути, все то же самое, что с двигающим по оснащению. Знаешь, как надо сразу, когда к Ладе подходишь, давай, ты до выдачи делал. Ну, воняет. Да, очень сильно. Вот это вот дешевой резины, дешевым вот этим пластиком. Прям садишься, прям такой штырь прямо аж в голову дает. Не то, что, ребят, привлечу, просто придите, ну, вдохните. Ну, как бы. Но, опять же, вот эта комплектация максимальная за 37 тысяч понравилась. Ну, не будем, вот, как бы, несмотря на эти все моменты, вот здесь можно видеть поролон. Но раньше я помню, вот я покажу, сейчас вон стоит новая Нива. Вот пошли. Здесь, по крайней мере, такого нету. Смотри, о чем идет. Новая Нива, кстати, видео я оставлю под этим видео в описании. Ну, или в закипленном комментарии. Вот о чем меня бомбило. Вот это. Ну, она вся такая, вот оно. Вот. Ну, вот я руку туда засовываю. Это же я, ну, как бы не преувеличил. Ну, правильно? Ларгус, кстати, получше. Ну, вот этим Ларгус получше. Ну, опять же, сравнивать их, ну, это абсолютно, абсолютно две разные машины, которые сравнивать ни в коем случае нельзя. Ну, просто вот по сборке даже. Вот Нива как-то вот, ну, как-то вот более она как-то по-топорному, по-топорному, более, ну, вот это вот, вот это. Неужели вот, ну, ну, может, я придираюсь, напишите мне в комментариях. Может, так должно быть, может, это нормально. Я, честно скажу, я такого не видел. Ну, ну, только Владе. Может, может, это так надо. Может, это, ну, технологически там какие-то допы. Друзья, в шоу-руме, кстати, не представлено. А здесь вот еще Ларгус обновленный грузовой. То есть, цельнометаллический можно видеть. Если честно, не уточнял уже цену, нам тут уходить надо. Но он на пятиступенчатой механике. Ну, такой вот рабочая лошадка. Но в любом случае подешевле. Я думаю, на порядок подешевле, чем обычный Ларгус. Ну, я имею в виду пассажирский. Тем более, там кросс представлен. А здесь простой. Как бы вот, ну, в целом, что можно сказать? Лично мое мнение, что машина в целом, ну, достаточно практичная. Их любят у нас в Беларуси. Я, если честно, не очень там позитивно отношусь в целом к бренду Лада. Но, что касается этого автомобиля, ну, имеет место быть. Друзья, на этом все. Пишите под видео в комментариях, в каком автосалоне вы бы хотели, чтобы я снял следующий видеообзор. В общем, всем удачи на дорогах. Всем пока.